Добрый вечер. Сегодня мы начинаем второй семинар цикла «Как открыть свое дело». До этого, возможно, вы слушали, может быть, посмотрели. Мы говорили об исследовании, о том, где брать такую информацию, и для чего вообще нужна информация, каким образом мы можем ее использовать для того, чтобы открыть собственное дело, оценить вообще потенциал нашего будущего предприятия. Соответственно, сегодня мы поговорим про следующий этап, тогда, когда мы уже собрали какую-то определенную информацию и хотим перейти к следующему этапу, который, скажем так, более тактический инструмент, который нам позволит выбрать ту целевую аудиторию, которая нам интересна. И давайте, знаете, как сегодня построим таким образом. У нас всего полчаса для того, чтобы я вам это рассказала. Там информации достаточно много, поэтому полчаса я вам рассказываю, вы фиксируете как-то себе вопросы, а мы потом пообсуждаем. К текущему моменту, прежде чем приступить к сегментированию и позиционированию, у нас с вами уже должна быть сформулирована цель бизнеса. Ну, например, это может быть открыть свое дело и занять какую-то долю. Или обеспечить прибыль и продажа на уровне таком-то. То есть мы ставим себе какую-то фиксированную, скажем так, цель в определенных деньгах или в процентах от того, чего мы хотим достигнуть. Потом мы с вами провели анализ, да, и мы уже сейчас знаем, какие у нас вообще тенденции в этой отрасли, в этом рынке, в этом направлении. Какие у нас есть возможности. Там оценили угрозы, барьеры выхода. Определили сильные и слабые наши стороны нашего продукта, с которым мы выходим или с которым мы работаем. Ну и третий этап – это мы уже переходим к таким маркетинговым целям. Мы должны сформулировать для себя маркетинговые цели, исходя из наших бизнес-целей. То есть что мы должны сделать с нашей потенциальной аудиторией, чтобы достигнуть результатов для бизнеса. Какие бывают маркетинговые цели? Ну, например, привлечь какой-то объем от целевой аудитории, да, или там сформировать узнаваемость компании на уровне таком-то в нашей целевой аудитории. Ну, или обеспечить там частоту потребления, или там возврата клиентов, или лояльность, или обеспечить какой-то объем покупок повторных. Потому что, как правило, ну, большинство, во всяком случае, направлений – это всегда такой достаточно, ну, замкнутый, может быть, цикл, все время удерживать клиента в своем товаре. Мы не разово, ну, как правило, разово мы никогда не покупаем товар, мы этим пользуемся периодически. Вот практически вот любой вы берете, вы все равно к этому возвращаетесь. Соответственно, вот у нас, ну, представляете, да, как-то это уже есть, там в каком-то плане это описано. И следующий этап, к которому мы должны с вами перейти, это вот как раз и тот момент, кто наша целевая аудитория и откуда ее взять. И здесь нам поможет такой инструмент, как сегментирование. Как мы будем действовать, да, то есть от чего мы будем отталкиваться? Первое. Мы должны выбрать критерии сегментации, по каким конкретным моментам мы будем выбирать нашу целевую аудиторию, то есть кто эти люди. Второй момент. Рынок достаточно большой. Там очень много сегментов, и в зависимости от того, что мы сейчас прямо дальше будем, в зависимости от того, какими факторами мы будем выбирать наши сегменты, да, на основе чего, будет зависеть, какое количество групп целевых сегментов у нас будет. Он не будет у вас один. Как правило, их несколько. Их может быть там 5-6, у кого-то их может быть 10. Потому что, смотрите, возьмем какой-нибудь, ну, к примеру, какой-нибудь такой достаточно обширный с точки зрения потребления, ну, там, например, услугу, возьмем какой-нибудь верноложный курорт, курорт роза футер. Ну, представляете, да, оттуда ездили там от 3 лет, с момента, как можно встать на лыжи. Ну, и заканчивая 80-ю годами, там, вот до тех пор, пока вы можете ездить на лыжи. В принципе, можно сказать, что вот директор по маркетингу может притескать, вы знаете, а у меня все, как бы, моя целевая аудитория. Правильно ли это? Нет, неправильно. Потому что для разных, в рамках, вот, общей массы целевой аудитории существуют сегменты, группы клиентов, на которые можно направлять свою рекламу, да, непосредственно на них, и получать от каждой группы свой откид. Это вам нужно будет для дальнейшей разработки тактики. Соответственно, и третье, что мы будем делать, мы будем описывать эти сегменты, да, или рыночную нишу, которой мы будем занимать, куда мы пойдем. После того, как мы отсегментировали, да, мы должны определить объем этих сегментов, это будет следующий этап. Мы должны оценить потенциал этих сегментов, которые у нас вырисовываются с вами, и выставить цели по сегменту. Потому что в большинстве своем, даже взять ту же, ну, к примеру, роза хутер, мы понимаем, что сегмент детей или семей с детьми, ну, допустим, 20% молодежи в возрасте, ну, пускай будет от, я не знаю, 18 до 27, да, те, кто занимаются активным спортом, да, например, может быть, 30%. Стариков будет, ну, там, те, кому 70%, может быть, там, всего, ну, например, 3-4%. Понятно, что на всех одинаковую коммуникацию доставлять неправильно. И мы должны, вот для того, чтобы распределить ресурсы бюджета нашего рекламы, мы должны очень четко определить, кто нам из этих всех интересен, какой у них объем, какой у них потенциал, и что мы с ними можем сделать. Вот эта задача вообще при идее сегментирования. Ну, и после этого, да, мы переходим на третий этап, это позиционирование. Как раз-таки под каждый сегмент мы можем делать позиционирование, да, какую-то коммуникацию с каким-то посылом, либо в большинстве своем делать позиционирование вообще в рамках компании, исходя из ключевых, особенностей ключевых сегментов. Значит, следующий момент. Какие вообще цели сегментирования преследуют? Нам из этой всей группы людей, потенциальных клиентов необходимо выявить тех, кто, точнее, скажем так, тех потребителей, чей платежеспособный спрос мы вообще можем удовлетворять в краткосрочной, долгосрочной перспективе. Мы должны определить, кто нам наиболее близок. Второй момент. Говоря о сегментировании, мы должны исключить тех клиентов, чей, скажем так, спрос лучше могут удовлетворить наши конкуренты. Бывает такое. Не всегда нужно гнаться за всеми клиентами, не всегда нужно гнаться целиком за рынком, да, и пытаться охватить всех и вся, вот все целевые сегменты, которые существуют. Нет, нужно найти тех, кого мы можем действительно удовлетворить лучше всего и работать, именно сконцентрировать. И здесь мы должны, знаете, какой момент отметить, да, и понять, что у вас все равно, ну, то есть вот вы когда определите сегмент, с которым вы хотите работать, да, там, ну, в рамках своего какого-то дела, это будут женщины, это будут мужчины, это будут дети, это будут, там, я не знаю, кто, владельцы животных и так далее, и так далее, и так далее. Вы должны понять, что, фокусируясь на конкретном сегменте, вам все равно будут приходить клиенты ваших конкурентов, они придут попробовать, они от вас уйдут, но те, кому вы наиболее близки, останутся вашей лояльной массой, и они будут формировать вам общую, скажем так, большую часть вашей выручки и прибыли. Потому что если мы возьмем, ну, например, любую клиентскую базу любой компании, то существует всего, там, ну, 20-30 процентов клиентов, которые приносят вам деньги, а все остальные, они масса, которые у вас приходят, уходят, они не лояльны к вам и не приносят вам достаточно большого дохода. То есть у них меньше, там, средний чек, частота покупок и так далее, и так далее, и так далее. А не ходят постоянные клиенты, которые, скажем так, обеспечивают вам всю необходимую прибыль. И это нужно учитывать. Поэтому сегментирование лучше работает тогда, когда вы эти, скажем так, смогли найти вот этот вот фокус и, скажем так, совпадение вашего продукта с потребностями целевой аудитории. Значит, смотрите, по каким вообще критериям сегментирует рынок? Ну, как правило, это достаточно такая обширная вещь, затрагивает очень многие, скажем так, направления жизнедеятельности человека. И первое, с чего начинают, кто они вообще, где эти люди, кто они, описывается место, регион, размер этого населенного пункта, описывается, либо, если это не населенный пункт, мы описываем, какой объем людей там находится. То есть мы для себя оцениваем. Второе. Мы описываем дальше человека. То есть мы посмотрели, где он живет, дальше мы описываем, кто он. Возраст, пол, доход, сфера деятельности, там, семья. Если это семья, семья с детьми или без детей и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы описываем целиком человека, ну, вот прям как история моей жизни. Третий момент. Мы переходим к формату, такой, знаете, задаемся вопрос, а что они делают, эти люди, вообще они какие? Мы садимся и говорим, там, например, какой у них стиль жизни, есть ли у них какие-то интересы, там, уж ценности, установки, стереотипы. Готовы они к резку, не готовы. Какие-то черты характера, которые присущи вашему потенциальному клиенту. Если, например, мы возьмем сейчас какой-нибудь, к примеру, да, вернувшись к горнолыжным курорту, возьмем роза-хутер, да? Ну, вы представляете, плюс-минус, кто может ездить на роза-хутер, да? Теперь возьмем какой-нибудь шарик. У нас совпадает образ с тем, кто ездит на роза-хутер, вот даже вот в голове? Нет, конечно, он не будет совпадать. Если мы возьмем какую-то Австрию, да, они могут совпадать. То есть у нас достаточно четко будет всегда представление о том, какие. Еще один момент. Нам важно будет знать их поведение. Какой у них опыт покупок, как они покупают, как часто они ездят, в случае потребления, есть ли у них лояльность к компаниям в данном сегменте, удобно ли им покупать этот продукт и так далее, и так далее. То есть мы выясняем, как они себя ведут во взаимоотношении с нашим продуктом или вообще с категорией этих продуктов, в которой мы с вами планируем работать. Ну и последнее. Мы выясняем, скажем так, и описываем, почему они делают именно так. То есть почему, ну вот в чем их такая вот особенность? У них есть какие-то там эмоциональные потребности, безопасность, собственно, там это необходимо. У них есть там чувство власти, любовь, там они помешаны на здоровый образ жизни и так далее, и так далее. То есть здесь мы должны описать ценность этой цифровой аудитории. И она всегда есть, она всегда обобщенная. Ну то есть можно, скажем так, этот сегмент сгруппировать по одинаковым характеристикам. Ваша задача это сделать. В итоге, то есть, скажем так, подведя вот такой небольшой итог того, что я сказала, что хочется отметить? Значит, в первую очередь, на основании анализа глобального, который вы провели, у вас будут такие укрупненные достаточные сегменты, кто там существует. После этого вы должны их описать, посмотреть, чем они живут, кто эти люди, каким образом. Вот вы его описываете и для себя выбираете тем, кто наиболее выгоден для вас с точки зрения потенциала и того, что они могут у вас купить, и его объема. Это если вы, ну, скажем так, хотите получить большой охват. Если вы, например, работаете, ну, в каких-нибудь, или там, планируете свое дело в таком направлении, где достаточно высокий уровень маржи. Знаете, да, что такое маржа? Ну, или прибыль, разница между затратами и баловой прибылью. Да, то есть вот там, где ваш доход, ваша маржа достаточно высокая, вы можете сфокусироваться на маленьком сегменте, но сделать очень четкое позиционирование только на их, ну, скажем так, снять такую фокусированную нишу. Это одна из стратегий бизнеса. Поэтому, в принципе, по сути, сегментирование – это группирование общей массы клиентов в целевые сегменты и работа с ним. Я не стала приводить вам пример и в, скажем так, в B2C-сегменте, но я вам приведу пример в B2B, да, чтобы не, как бы, сильно сейчас, скажем так, не распыляться, что в результате вы получите. У вас должно быть некое такое описание профиля каждого целевого сегмента, как оно выглядит, да. Ну, вот, например, оптовые компании, ну, то есть мы описываем сегмент для компании, которая занимается продажей женской одежды в B2B-сегменте. То есть что это компания, с кем они работают, оптовые компании, индивидуальные предприниматели, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, повседневной одеждой, также интернет-магазины, небольшие по размеру, оперирующие в рамках одного города, региона, часто имеют собственные розничные точки продаж, расположены в крупных городах и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы, по сути, их берете и описываете. И вот задача сегментирования – получить описание какого-то, оно прям выглядит именно так. Дальше вы на этот профиль начинаете накладывать, позиционировать. То есть одно, какое-то с другого. Здесь пока все понятно? Отлично. Дальше. Что такое позиционирование? Почему оно логически вытекает? То есть, по сути, позиционирование – это способ, с помощью которого клиент идентифицирует нас на рынке. Я вот достаточно часто привожу такой вот пример. Это, знаете, есть какие-то вот стереотипы, шаблоны, которые у нас формируются в голове, и мы, значит, с ними там ходим, живем. Вот представьте, у вас заболела голова. Вы ищите аптеку. Представьте, да, эту ситуацию. Вот вы идете, и вы из, ну, скажем так, улицы, по которой вы идете, вам нужно сейчас купить, вы выхватываете какую-то информацию в ваши глаза в поиске аптеки. Что вы будете искать? Вывеску. Какая вывеска, как правило, аптека? Крестик, белый, зеленый цвет крестик. Ну, то есть мы привыкли к этому образу. И мы, когда будем идти по улицам, мы, естественно, будем акцентироваться на белых, зеленых вещах, потому что, ну, так будет проще это найти. А вот теперь представьте, что какой-нибудь, в какой-нибудь момент вы решили, ну, скажем так, покреативить и сделали аптеку какую-нибудь синенькой или фиолетовенькой или красненькой или еще какого-то там рыженького цвета, какого угодно. И вот когда вы находитесь в моменте поиска, это вас никогда в жизни не заметит, потому что вот есть определенные стереотипы, есть определенные, скажем так, уровни восприятия, которые формируются у человека в голове, не мы их формируем, они у него там испокон веков лежат, да, там, в свете того, где он живет, ну, там, в каком обществе. И здесь очень важно, работая с позиционированием, очень важно понять, что, по сути, мы его делаем для того, чтобы потребитель, подумая об аптеке, вспомнил, например, сразу какие-нибудь там 36,6, да, или, ну, там, что у вас есть в голове при слове аптека, что возникает, какие бренды. Вот, по идее, позиционирование – это проект. Еще один момент. Ну, и у маркетолога ключевой задачей будет найти, скажем так, такую неудовлетворенную потребность, которую рынок пока не предлагает. Конкуренты не обратили на нее внимания. То есть что такое, скажем так, позиционирование? Это потребность целевой аудитории, ваше преимущество и отличие от конкурента. Вот, скажем так, пересечение этих трех вещей, ну, точнее, пересечение двух вещей и отсутствие третьей позволяет вам сформировать ваше позиционирование. Когда ваш клиент будет в какой-то момент думать, что я хочу, у меня сейчас возникла потребность минеральной воде, я хочу пить минеральную воду, у него в голове будут определенные образы. И вот сильные бренды в рамках этой категории стремятся к тому, чтобы их первые вспомнили, потому что у вас есть четкое понимание. Минеральная вода, там, например, есть интуки, и клиент этого хочет. Вот сопоставление этого всего будет позиционировано. Дальше пойдем. Существует много, скажем так, стратегий позиционирования. И, скажем так, я привожу всего три, потому что мы ограничены, наверное, во времени. И такие, знаете, наиболее яркие. Есть один из способов позиционирования тогда, когда мы отталкиваемся от конкурентов или противопоставляем себя им. Ну, например, вот была компания IBM, у которой слоган, да, их, IBM, думать. Когда компания Apple выходила на рынок, она оттолкнулась от слогана IBM и сказала «Думай по-другому». Это тоже подходит. Позиционирование по потребителю. Тогда, когда мы акцентируемся, например, на целевой аудитории. Ну, у Lenovo слоган, например, да, для тех, кто делает. То есть мы акцентируемся на том, что хотят наши. Бывает стратегия позиционирования по выгоде. А что я получу, покупая этот товар, да? У нас у всех, у кого-то есть рациональные потребности, да, у кого-то есть эмоциональные потребности, которые мы хотим удовлетворить. И, например, Mercedes-Benz говорит, ну, что у нас вот либо лучше, либо ничего, да, лучше, либо ничего, это их слоган, с которым они там уже много лет живут. И мы выбираем на рынке из множества товаров, множества конкурентных товаров, ищем те, кто смогли наиболее близко нашему ожиданию сформировать позиционирование. И оно нам понятно. Есть там позиционирование по престижу, есть позиционирование по цене, и так далее, и так далее. То есть там множество вариантов, как вы можете, скажем так, преподнести себя вашему потребителю, и как вы можете, скажем так, выделиться на фоне всех остальных, на чем вы будете фокусировать свое, скажем так, представление этому миру. В итоге что мы должны получить? Результатом позиционирования у нас будет, по сути, простое четкое утверждение, объясняющее, почему аудитория следует приобретать и использовать товар именно в вашей компании. И здесь успех позиционирования будет зависеть от того, насколько вы смогли грамотно провести сегментирование этого рынка, грамотно выбрать наиболее низкоконкурентную нишу в конкретном направлении, в конкретной отрасли, и подобрать позиционирование, которое в текущий момент есть у вашей аудитории потребность удовлетворить какую-то либо эмоциональную, либо рациональную составляющую. В большинстве своем позиционирование всегда строится на эмоциональной составляющей человека, потому что в большинстве своем мы выбираем эмоциями, чувствами, и рациональность у нас подключается уже чуть позже. То первые какие-то наши желания, потребности, они достаточно эмоциональны. Мы люди, мы эмоциональны. В большинстве своем, если вы вот посмотрите, ну, крайне редко какие-то компании говорят, мы лучшие механизмы в мире, или мы очень надежны, или еще что-то. В основном обещают вам какие-то эмоциональные выгоды. И, скажем так, знаете, это пошло с момента 60-х, 60-х годов, когда вообще компании очень много выстраивали позиционирование на обещании, кем вы будете, если вы будете использовать их продукт. Вот эта эмоциональная составляющая, она до сих пор остается. Считается, что вообще эмоции и чувства, которые мы испытываем, они лучше привязывают нас, нежели технические, ну, или рациональные преимущества конкретного продукта. Потому что плюс-минус, если мы начнем играться в рамках одного рынка, товары обладают одинаковыми… У кого-то там чуть больше, у кого-то чуть меньше. Ну, глобально, если вы идете в ресторан, ну, вы везде найдете официанта, посуду, скатерть, стол, там, меню. У кого-то это меню чуть больше, у кого-то чуть меньше. Ну, потребность абсолютно одинаковая. И вот здесь будет, знаете что, а я вегетарианец, я не ем мясо. Или наоборот, а я мясоед, я пойду в мясной ресторан. И вот это вот позиционирование будет исходить из ваших потребностей. Понятно? Смотрите, это кратко, что я хотела вам рассказать. Теперь предлагаю, на самом деле, пообсуждать вопросы, потому что тема достаточно такая, она непростая. И, в принципе, когда мы начинаем заниматься секвентированием, да, или выбором вот конкретно в нашем деле, а куда же, кого мне искать, возникает всегда проблема. Потому что, как правило, вот, например, в рамках курса маркетинга, да, где мы об этом говорим, у меня слушатели всегда делают работу. Они там берут какое-то свое дело, либо свое какое-то там, ну, они маркетологи, значит, берут и описывают. Вот там, мы делаем там маркетинговые стратегии. Знаете, большинство своих всегда описывает. Сильвая аудитория – это женщина от 25 до 50 лет. Ну, вот, на этом все и заканчивается. Поэтому давайте вопросы, сомнения, что непонятно, что нужно еще прокомментировать. И те, кто у меня удаленно, тоже пишите. Я хочу продать попару носков. Так, отлично. Каких? Носки какие? В чем? Что? Обыкновенный продукт. Да, ну, давайте опишем этот продукт. Они мужские или женские? Мужские. Отлично. Мы уже, смотрите, первый сегмент, нас интересует только мужчина. Где вы их будете продавать? В магазине? Не знаю. А кто знает? Нет, мы сейчас говорим про сегментирование. Ну, вы можете, допустим, давайте, у вас где склад? Да, они на сумке. Сто пар носков какой склад? То есть у вас есть сто пар носков, а какие шерстяные вы сами вязали? Или они хлопчат бумажно, вы перекупили их? Китай, купил. Китай, они хотя бы хлопковые, из хлопка. Смотрите, у вас есть хлопковые носки, вы можете пойти. Вообще, мы сейчас не про позиционирование, а как их продать? Идете на рынок, встаете, стоите пару дней, продаете свои носки. Делаете цену адекватно рынку. И пошли. Зачем выбирать позиционирование под сто носков? Когда вы мне скажете, я хочу открыть фабрику, где я буду производить носки, я хочу их как-то вот сделать какими-то особенными, да, и понять, на какую целевую аудиторию я могу работать. Есть досочно-чулочная вообще серия, очень много компаний, которые, в принципе, выбрали свое позиционирование. Да, есть, я забыла, как называется эта фирма, насколько у меня, почему-то только женские, я мужские не пользуюсь, да, я название брендов не помню. Есть, знаете, очень красивые мужские, там, цветные, да, там, со всякими рисунками, еще что-то. Я хочу сказать, они нашли свою аудиторию, они позиционировались на таких, знаете, достаточно высокий уровень, они дорогие, они дешевые, они, знаете, рассчитаны на таких бизнесменов, которые не ходят в костюмах, да, и, скажем так, вот, точнее, наоборот, ходят в костюмах, чтобы можно было распавить их скучный серый образ, вот, который они, скажем так, в котором они повседневно ходят. Это у них единственная деталь, которой они могли сделать, это носки. Вот есть такое направление. Есть те, кто, например, работает, ну, носочный-чулочный, такая, знаете, женская большая тема. Есть у нас там, например, какая-нибудь кильзидония, да, которая позиционирует себя по одному. Есть интимистин, которые позиционируют себя по-другому, хотя эти и другие продают, в принципе, там, колготки, носки для девочек. Для того, чтобы, должны понять, для того, чтобы продать что-то конечное, вам придумывать позиционирование, в принципе, не нужно. Для этого есть куча инструментов, просто, чтобы пойти и продать. И здесь, смотрите, вы, опять-таки, чуть-чуть опоздали, мы должны отталкиваться от той цели, которая у нас стоит в самом начале. Нет, смотрите, подождите, давайте, давайте так. Попробуем, что вы все это завертело и закрутило, и там и проходит, и спополно. Мы уже организовали, когда надо. Значит, смотрите, давайте так. Попроще. Попроще. Просто у нас сам по себе семинар, не про то, как открыть свое дело, вот прям в текущий момент. Мы вот говорили перед этим, у нас был семинар отдельный, послушайте, найдите его на ютубе, он есть. Мы говорили про исследование рынка. Вот прежде чем вообще закупить 100 пар носков, вы должны были провести исследование рынка и оценить приблизительно, продадите вы их вообще или не продадите. Когда вы определили, когда вы определили, ну, допустим, что да, окей, я, у меня есть там, ну, грубо говоря, сейчас денег на 100 пар носков, я сейчас закуплю 100 пар носков, у меня потом, возможно, появится оборотка, возможно, не появится. Я думаю о том, кому их продать, сегментирование, да, и дальнейшее позиционирование. В принципе, если у вас обычные носки, которые ничем не выделяются, вы можете, вот, знаете, в этом плане был хороший пример, когда продавали носки 100 пар. Знаете, как, например, коробка подарок, сразу 100 пар, поэтому сделали один. Это тоже способ позиционирования. Хорошая идея. И понять, какая потребность у мужской аудитории, почему они, как они покупают, где лучше продавать, каким образом выделять их на фоне своих компетентов, и нужно ли это делать, ну, конкретно, например, там, носковая область, да, потому что вот таких там прям брендов в этом направлении, их не так много. Почему? Возможно, скажем так, скорее всего, это связано с тем, что сама по себе продукция, о которой вы говорите, она не столь же значима, и ты не привязан к бренду. То есть это такой расходный прям материал. И не всегда нужно делать затраты на продумывание, на позиционирование, на разработку стратегии, чтобы продать эти вещи. Поэтому не всегда есть необходимость. Давайте, ну, вот, допустим, сегментировали выбор для аудитории, допустим, студента. Или работники, там, бизнес-центр, в 30-ти, там. Ну, пускай будут просто работники. Ну, примерно. Примерно. Дальше мы должны как-то отличаться от других, правильно? Мы должны как-то себя позиционировать. Чем может такое, очень приятное, если это будет, чем можно отличиться? Прикажите, там, позиционироваться? Да нет. Тут, смотрите, как бы позиционирование, это не про то, чтобы вот, там, отличиться. Позиционирование, это скорее про то, что, ну, например, у нас какие ассоциации с кофе? Бодрящие, ароматные, крепкие, черные, да, вот есть какие-то там вещи. Соответственно, вы придете в любую кофейну, вам приносят ароматный, бодрящий, вкусный, там, свежий куф. Да, а есть люди, которые, там, например, выбрали в данном сегменте позиционирование, там, бискетфеина, кофе без куфеина. Вот позиционирование, это про то, что существуют сегменты в рынке, есть те, кто, как все, пьют бодрящие, им важно, вот им важно, чтобы кофе бодрил, это был обязательно утренний ритуал, кто-то пьет растворимый, кто-то пьет только натуральный. Вы поймите, что позиционирование, скажем так, не сначала идет позиционирование, а потом сегментирование. Нет. Сначала мы выясняем, какие потребности есть у этой аудитории, что они хотят. Может быть, вы придете в эту аудиторию, да, там, например, к офисным сотрудникам, и они скажут, да нет, нам самое главное, чтобы я вот с утра шел в офис, у меня там была точка, я мог там, пока вот иду, там, грубо говоря, эти три шага по полу от входа до лифта, смог за три минуты купить кофе. И ваше позиционирование может быть вкупированно в том, что я, мы вам приготовим кофе за три минуты. Ну, потому что это плюс-минус, он столько готовится с утра потратить. Вот на этом вы можете спринфицироваться. То есть, скажем так, уйти от стандартного, что у нас там бодрящий утренний кофе, что делают все, вашей компанией, не продукты, вашей компанией. Давайте. А ну вот, если, допустим, я прикажу такой вариант, от самого дешевого до дорогого, потому что они разные есть, это получается, я ничего не люблю. Мне нужно сюда другое. Конечно. Да. А если я наоборот хочу, то вот вы можете выбрать за 50, а можете выбрать за 200. Можете растворимый, а можете светодиодный кофе? Да. Холодно-горяет там. Вот смотрите, как только вы выстраиваете свою позиционирование, мы делаем все, позиционирование сразу пропадает, потому что позиционирование это фокусирование на каких-то конкретных вещах. Когда вы начинаете говорить, а мы и это, и это, и это, у вас в голове, у человека не формируется связка, я хочу быстрый кофе, мне нужно пойти туда, потому что они реально делают это быстрее всех, не будет этой привязки. И когда у него возникнет, например, вопрос, я хочу кофе, почему он должен выбрать именно вас? По какой причине он должен сделать? Он может пойти к любому вашему конкуренту, который предлагает все то же самое. И вот задача позиционирования именно в том, чтобы найти эту самую такую маленькую нишу, которая еще никем не занята, и вы можете сделать акцент именно на ней. И когда клиент скажет, блин, у меня есть три минуты, чтобы купить кофе, точно, они делают очень быстро, он побежит именно к вам. Хотя у него будет еще пять конкурентов, в котором вполне может зайти. То есть, понятна сама идея. Смотрите, у меня есть еще тут вопросы. Спрашивает Светлана, можно ли, я буду снизу вверх читать, можно ли, пример, успешной ниши, на которой конкуренты не обратили внимания, а некая компания, выбрав эту нишу, при выходе на рынок сумела обойти других игроков. смотрите, я такой немножечко даже пример не столько, но это в том числе и позиционерный, но такой очень яркий пример церкви Дусалей. Они единственные, кто занимает эту нишу, у них нет конкурентов, их не существует. Что такое церк Дусалей? Это некий такой баланс между классическим церком и театральным шоу. Есть театры, есть цирки, а церк Дусалей посередине. Он, в принципе, выбрал свою нишу, выбрал свое позиционирование, когда поняли, что есть люди, которым недостаточно, скажем так, они не готовы платить только там за одну звезду, которая была в цирке, или там за там какое-то скучное театральное зрелище. Такое, знаете, совмещение. В принципе, они заняли эту нишу. Там нет до сих пор никого, не очень, ну, там есть, конечно, появились уже какие-то конкуренты, всякие китайские цирки и так далее, но они создали достаточно неплохой рынок, на котором вообще никого не было, выбрав вот такое направление, совместив и то, и другое. Так, еще. Как можно выделяться на рынке, если компания посредник, покупатель вывали напрямую службу сбыта производителя? Ну, Наталья, смотрите, да, действительно бывает такое, что есть, скажем так, есть компания-производитель, которая продает сама продукт, вы можете там заниматься, ну, например, перекупом, да, и продавать там как-то дополнительно. смотрите, здесь в идеале мы фокусируемся не на продукте, что мы продаем, а на компании, которая, например, выбирает лучших поставщиков, или выбирает там только премиальных поставщиков, или выбирает там еще кого-то. То есть, когда вы работаете только с одним товаром и перекупаете, конечно, вам будет достаточно сложно строить позиционеры, то есть, вы будете исходить из того, что вы конкретно можете предложить своему клиенту. это не тот, ну, то есть, когда мы занимаемся вообще перепродажей, мы, по идее, не должны как бы фокусироваться на том, что мы продаем, мы должны фокусироваться на том, что может наша компания. На каких-то бизнес-процессах, на обслуживании, ну, то есть, на каких-то других вещах не связано с продуктом. Потому что, если вы у кого-то купили, ну, классический перекуп, купили для продавления, в какой-то момент производитель вам скажет, ну, извините, я больше вам не буду продавать этот товар. Если компания ну, например, потребители будут считать, что вы занимаетесь только этим, и это ваш основной продукт, дилер, как еще кто-то. У вас не будет этого продукта, у вас уйдет клиент. Все. Потому что, если вы, например, предоставите какой-то другой продукт в рамках этой же компании, они скажут, не, мы не хотим, мы приходили ради бренда. И вот, когда вы занимаетесь перекупом, думайте о том, на чем спозиционировать успех вашей, ну, вот, вашей непосредственно компании, в чем вы особенны? На каких-то, это, ну, скорее всего, это будет связано с какими-то бизнес-процессами или с качеством предоставления услуг, с процессом предоставления услуг, доставки товара, оплаты, еще, ну, каких-то вот таких вещей. Потому что, по большому счету, ну, это не ваш продукт, это не ваш бренд. Производитель, естественно, вкладывает деньги, естественно, он будет его продвигать, но это его работа. А вы можете просто получить, там, какую-то прибыль, продавать успешно, там, в текущий момент продукт. Но, опять-таки, формируя бизнес, вы должны понимать, что вы должны говорить о себе, не о продукте. Продукт будет, там, способом, приводить массу клиентов. Но удерживать ее надо будет своими какими-то заслугами именем. Так, что еще? Итоговое позиционирование. Ну, да возьмите, на самом деле, их огромное количество там, примеров. Господи, прям МТС на шаг впереди. Я не знаю. Пепси-Кол в свое время выбрала позиционирование, да, в противовес Кока-Коле они сказали, что почувствуй себя молодым, поэтому Пепси всегда ассоциируется с более молодой аудиторией, она рассчитана на более молодую аудиторию. Кока-Кола, например, выбрала свое позиционирование в свое время с ассоциацией к новогодним праздникам. То есть, если у нас запустили рекламу Кока-Кол, все, новый год, ну, то есть, у нас прям вот прямая ассоциация с этим. Они вот выбрали как-то семейный напиток для семейных праздников, да, они очень ориентированы на семью. Ну, то есть, там достаточно много позиционирований, которые мы можем там, ну, привести в пример, прям, вообще прям берете любой автомобильный бренд, Volvo, четкое позиционирование безопасного автомобиля, да, там, например, BMW, это скорость, Mercedes, это роскошь и так далее, так, то есть, их такой, нет, скажем так, дефицитус примера. Давайте еще вопросы по, давайте так же, с чем могут возникнуть сложности? Понятно, как вообще сделать сегментирование? Только вы должны понять, что вот, если у вас нет никакой информации о рынке, вы вообще ничего не знаете, вы сегментирование не проведете. Вы должны были сначала провести исследование, да, понять вообще, а кто в этом рынке есть, а потом выстраивать пенсионер. на прошлом сегментаре мы обсуждали салоны красоты, и в разговоре у меня возникла, ну, такая возникла мысль, а почему нет салонов красоты, которые бы пенсионировались только на, ну, там, женщин 50+, потому что у тебя уже есть специфика определенная, да, там, кожа, старение и всего остального. То есть на молодых ориентируются все, но в этом сегменте нет ниши, которая бы ориентировалась на более пожилой возрастной уход. 50 лет это не пенсионер. Еще. Ну, а мы дурят все, а вот и так плютно дурить, уже тяжелее. Вопрос не в дурости. Вы знаете, вы должны, вот смотрите, вы должны понять такую важную вещь, что женщина, которая ухаживает за собой, она будет ухаживать, с собой в 20, в 30, в 50, в 60, она это делает. Это образ мысли. Есть просто женщины, которые не делают этого, ну, как бы мы, это не наша целевая аудитория, а есть женщины, которые все равно вся продолжает блюсти. Почему ориентируются на молодых? Потому что на молодых легче эффект показать. Если так молодая, то уже проблема никаких нет. И в принципе ее подкорректировать, потому что пенсионерология это сфера такого, знаете, вау-эффекта. Вы приходите к цементологу, вам волосы уложили, ну, всегда вы приходите после приватки, что у вас так идеально лежит прическа, а мы сами крайне редко можем так же уложить. Оно рассчитано на то, что вы смотрите на себя, это так, вау, как круто, и ты заново, заново, и ты же, рассчитан на этот эффект. Пожилых людей такого вау-эффекта не будет. Поэтому там есть свои определенные сложности, но тем не менее это рынок свободный. И он сейчас достаточно большой. У нас увеличился, вообще возраст, продолжительность жизни увеличился. Если раньше у нас там уже к 60 смертность была высокая, то сейчас, в принципе, люди под 80 уже живут. Поэтому направления есть, их можно искать. Я просто к тому, что не всегда, ну, бывает такое, что вот, типа, а что делать? А могут быть какие-то сомнения. Всегда можно найти, на что ориентироваться. Надо только просто поковыряться, покопаться, получить достаточно, ну, такой неплохой анализ рынка. Вы найдете, в любом, в любой отрасли можно найти, вообще никаких проблем нет. Даже высококонкурент. Еще вопросы? Так, еще один вопрос. Сложность в определении целевой аудитории конкурента. Как определить, что моя компания сможет лучше, проще представителей рынка удовлетворить спрос целевой аудитории? Ну, то есть, для новичка, для компании, которая только выходит, могут быть, так, сомнения. Да, давайте начнем с самого начала. Бизнес – это риски. Вы можете выиграть, можете проиграть. Вам никто, даже если вы проведете все анализы, вы можете ошибиться. Это нормально. Это достаточно такая субъективная вещь. Как мы можем выбрать? Значит, смотрите, кто ваши конкуренты, вы должны уметь определять прям сразу. Причем, конкурентов мы определяем по таким критериям, как территориальное отделение, да, где вы продаете, к примеру, на какой масштаб, да, от этого будут искать, какой у вас продукт, какие у вас типа услуги и так далее. Ну, то есть, вы должны сначала описать свою компанию. Вот вы какие-то такие. После этого вы должны найти компании, ну, они у вас, вы просто, когда поймете свой образ, у вас эти конкуренты, они сами по себе сформируются в рынке, потому что это будет понятно сразу. Вы выбираете те, кто наиболее близок к вам. Например, если вы открываете пекарню, булочки, печете, возле метро открыли палатку, печете вкуснейшие булочки. Ваши конкуренты, по сути, прямые, будут все тем, кто занимается ближайшей пекарней, потому что пекарня подразумевает, что вы печете постоянно свежий хлеб, то есть он здесь и сейчас. Можно сказать, что Коломенский комбинат, там еще кто, ну, есть же огромное количество хлебозаводов, они не будут вашими прямыми конкурентами никогда, косвенными, да, потому что ваша целевая аудитория будет делиться на тех, кто ест промышленный, скажем так, хлеб произведен, а есть те, кто уходит специально в пекарню, чтобы купить свежайший хлеб, потому что из натуральных продуктов, он безглютеновый, он там еще какой-то, он там бездрожжевой и так далее, и так далее, там погона, маленькая тележка, ну, скажем так, продуктов, которые не выпускают крупные заводы, потому что они технологически это не могут сделать, а вы можете заиспечь свои пять булок, предложить широкий ряд. Вот на этом будет и строиться позиционирование, те будут на дешевизне, объеме и охвате, а вы будете фокусироваться на маленьком рынке, но на свежести, качестве и разнообразии, и вы не будете пересекаться. Соответственно, ваши конкуренты будут те, кто с вами максимально похож. Вы, конечно, можете приглядывать за теми, за какими-то большими такими игроками, ну, просто смотреть там с точки зрения тенденции. Соответственно, вы выбираете, вот, ну, например, выбрали пекарню и смотрите, что предлагают эти пекарни уже в более таком, знаете, приближенном формате. Какой у них ассортимент? Какой хлеб? Есть ли какой-то фокус? Или они там, ну, предлагают все, что там возможно? И выбираете для себя, можете ли вы здесь на чем-то сфокусироваться или не можете вы на чем-то сфокусироваться? Ну, то есть, нужно сходить из конкретно уже конкурентного рынка. Ну, как правило, это могут быть, например, только булочки. Все покупают хлеб, а вы печете там булочки. Или это может, например, исходить из размера. Ну, вот те, кто, например, покупают какой-то, да, там, свежий хлеб, многие пекарни реально его режут. То есть, ты приходишь, у тебя там, значит, пуханка, ты там на 4 части его распилили, и ты можешь купить вот только там минимально сколько-то, да. А вы можете печь маленький хлеб, который там на один раз, но зато к вам каждый день будут приходить и покупать новый хлеб. Ну, то есть, можно там фокусироваться на процессах, на потребностях. И, смотрите, здесь еще важный момент, что когда вы будете выбирать позиционирование, вы должны пообщаться со своей целью аудиторией, спросить ее, а что тебе нужно? Потому что вот, если вы когда-нибудь, ну, наверное, никогда, да, глубинное интервью сами не проводили? Нет, да. Вот если бы вы сами провели хоть одно глубинное интервью, да, на какую-нибудь тему, вы поняли, что большинство ответов есть у клиентов. Они сами говорят, что они хотят. То есть, ты приходишь, начинаешь их спрашивать, задавать им вопросы по продукту, по удобству, по пользованию и так далее, и так далее, и так далее. Они сами отвечают вам, и там очень много идей. Идей можно найти в своей целью аудитории, но это вот про исследование, про аналитику, и найти вот эту вот нишу и позиционирование, которая будет отличать вас от всех остальных. Так, еще вопросы? Давайте еще парочку, и мы все. Так, вопросы, вопросы. У меня вообще вопрос не столько по позиционированию, поскольку я, в принципе, понимаю, что у нас есть нитарный продукт, но, в принципе, у меня, может быть, есть там, я не знаю, какой-нибудь. Вот, если начнут продукт предлагать в интернете и продавать вот статья со 71-го, или если они начнут продавать, я начну продавать свой нитарный продукт А что за продукт? А я просто не знаю, извините. Можно? Ну, 171 статья мне не о чем не нравится. Незаконная программа скрепится. А, у вас незаконная программа. Нет, я просто научу нам, честно, регистрировать, или можно так этим заниматься, особенно... Давайте так, все, что нелегально, мы вообще нигде не регистрируем. Мы этим занимаемся. Вы, например, смотрите. Для чего привести, если надо, все это вводить, не надо. Потому что я так смотрю, что все эти вот... Сейчас же большая шумник по поводу самозанта. Все такие моделям, которые работают, фрилансеры. То есть вы не хотите акцентировать на том, что вы занимаетесь чем-то, ну, каким-то делом, получается, этого прибыли. Нет, я хочу просто задать вопрос. Можно ли регистрировать сюда, там, ИТС создавать? На лоб, да. Да. Я с лицомом посмотрю, нет. Давайте так. Да, вот тут, смотрите, все зависит от того, как вы, чем вы занимаетесь. Вот, например, я сейчас... Я, к примеру, да, вот я могу оказывать консультацию. Мне кто-то позвонил, сказал, Кать, ты знаешь, нам тут нужно вот там что-нибудь сделать. Я такая пришла, оказала услуги, мне заплатили денег. Нужно ли мне делать это? Нет, конечно, я не буду. Я более... Господи, прости, пожалуйста, не заплачу налог. Даже не буду заморачиваться. Потому что объем этих заказов – это не моя работа, это не мой бизнес. У меня есть там другая работа, которая приносит мне стабильность. Если вы хотите быть предприятием, например, ну, вы же когда-нибудь потенциально захотите развиваться, вы что там... Ну, пускай это будет консультация. Сегодня вы один консультируете, завтра вы можете еще троих пригласить, потом еще, еще, еще. То есть вот в зависимости от объема и насколько вы хотите что получать, вы будете определять, нужно вам это или не нужно. Ну, например, мастеру маникюра, для того, чтобы делать маникюр, в принципе, он может быть самозанятым, к примеру. А большинстве своем они вообще никто. Никакой пенни не открывают, потому что у них доход, доход не в том объеме. А в какой, где границу? Кто подъем, где подъем? Давайте так, когда вы переходите в... Ну, я бы, наверное, ориентировалась в прибыль. Прибыль, там, 200, 300, 400 тысяч в месяц. Конечно, в месяц. Вам уже бы надо это задуматься. Потому что если вы зарабатываете, там, ну, 100 тысяч рублей в месяц... Можно, да. Вообще зачем? Единственное, вы, в принципе, можете оказывать... Знаете, тут с чем может возникнуть проблема? Если вы работаете не с физиками или работаете с юрлицами, если физикам неважно, куда они перечисляют деньги, потому что, смотрите, это тоже может быть барьер. Ну, к примеру, я скажу так, ну, давайте вы мне все переведите деньги, я вам сделаю план. Где-то для нашей гарантии, что ты нам это сделаешь. То есть вот если не нужны вот эти договорные отношения, если, в принципе, то можно вообще не заморачиваться, можно начинать просто хочешь чего-то там, какие-то... Потому что на самом деле можно выставить, а может быть и вообще-то ничего не получится. То есть, наверное, нужно запустить... Ну, смотрите, там на самом деле можно попробовать, можно запустить, но если у вас вдруг возникнет потребность, да, вы должны учитывать, что вам на регистрацию нужно... Ну, или должна быть какая-то подстраховка, кто может вам в какой-то период времени проводить эти деньги, проводить эти документы или закрывать там... Есть разные компании, через которых это можно все оформлять. Ну, то есть они открыли там новые, как это называется правильно, сферы деятельности, ну, акведы и классификаторы экономической деятельности, да, они их у себя там регистрируют, ну, там какая-то элементарная процедура, и все, они могут по этой деятельности спокойно проводить деньги и оплатить. Ну, то есть так многие делают, вот чтобы не заморачиваться, от третьего всего... Незаконные... Ну, вот сейчас стремятся к тому, чтобы люди, которые занимаются какими-то частными, небольшими, хотят сделать, пока еще не сделали. Ну, скажем так, сейчас, наверное, самое критичное, это если у вас большие обороты по картам, там, например, там, когда вам, вы знаете, постоянно перечисляют деньги, какие-то большие суммы... А если большие суммы, неописимо, по картам, тысяч по 10, например, кто... Да, кто... Да, кто вам заинтересуется. Почему у вас... Вам могут заблокировать счет, вы будете объяснять, почему эти люди вам перечисляют деньги. Вам нужно будет идти к каждому и говорить, слушай, скажи, что ты мой друг дал мне долг. Это не смешно? А если я буду перевести, переводить меня на мой счет, то она, не знаю, там, другу, подруге... Не важно, когда очень активная деятельность по... Ну, то есть, когда вы видите большую деятельность по денежным переводам, да, то есть, когда она... Видно, что вам... Ну, то есть, это в банках видно момент, они просто имеют право, и налогово имеют право вас заблокировать до выяснения обстоятельств. А если, например, у вас на счету какие-то деньги, которые, ну, ну, там, ваш обычный счет, пластиковая карта, вас взяли и заблокировали. Пока вы сходите, пока вы выяснете, ну, то есть, лучше не... Хотя у меня, вот, у знакомых, кто там, какие-то небольшие суммы, там, полторы, две, три тысячи, вот так он постоянно подчисляет, никаких вообще проблем нет. Ну, то есть, вот до 10 тысяч я не слышала, что были проблемы. Проблемы начинаются, когда большие суммы. Большие, почитаем. Ну, например, ты приходишь в какой-то момент, Сбербанк хочет снять свои 9 миллионов, и говорит, заплати полтора процента. За что? Так просто. Ну, то есть, это скорее уже про бухгалтерский учет и особенности работы с деньгами. Я говорю, тут все зависит от того, какой объем денег. то есть, то есть, то есть, то есть, сумма 10 тысяч, если начнут массу присылать. Ну, если представьте, у вас в какой-то момент пик, там, за три дня, 100 платежей по 10 тысяч. Ну, к примеру, да даже 50. Ну, у банка возникнут сначала вопросы. Он начнет проверять законность этого. Если там, допустим, меньше двухсот месяцев, то можно стать спокойным. Ничего не будет. Как вас зовут? Святослав. Святослав. Вы сейчас, я вам не советую, а он мне потом скажет, что она же не советовала. Я не готова ответить на этот вопрос, потому что я не бухгалтер. Я не налоговый, я не разбираюсь настолько по налогам и законодательствам. 20-30 числений делал по 10 тысяч, 100% будет интерес к проекту. 100%. Я могу сказать, что вот из тех, кого я знаю, где оборот в месяц до 200 тысяч, мне вообще никто не прикапывает. Ну, все, ладно, спасибо. На счет 20 тысяч. Я вообще вам предлагаю просто, тут будет, по-моему, восьмой семинар, будет бухучет. Вот вы там задайте этот вопрос. Да, вот там 100% вам ответят. Я не готова. Я, по-моему, они раз в неделю, наверное, там через недель 5 или 6 будет вот по бухучету прям, потому что там будут еще семинары по рекламе. Там вам 100% скажут, что с этим делать, потому что я маркетолог. Они знают, они лучше разбираются в налоговый законодательный, но у них практики больше по вот этим вот делам. Я просто, это не моя работа. Совсем. Раз нет никаких вопросов.